Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем наиболее актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Мы сегодня вновь будем говорить о теме, которая, что называется, неиссякаемая. Это тема благоустройства нашего родного города, благоустройства его дворов. И у нас сегодня в гостях начальник управления по работе с населением на территории Александр Кулаев и его заместитель Мария Балашова. Добрый вечер! Здравствуйте! Первое, с чего хотелось бы начать, это в разрезе благоустройства наших дворов поговорить о ситуации с вывозом мусора. Ни для кого не секрет, что в начале года в Рязани были достаточно большие проблемы с вывозом мусора из наших дворов в отдельных районах. И весь интернет был заполонен фотографиями невывозенных вовремя контейнер и, соответственно, образовавшихся свалок. Насколько я понимаю, сейчас эту проблему удалось решить. Вы абсолютно правы, данная проблема не могла остаться без внимания администрации города Рязани. Многочисленные жалобы жителей по этой проблеме, недовольство, наверное, заставило пересмотреть взгляд на организацию вывоза мусора. Определительные несколько направлений новых в работе в данной проблеме по вывозу мусора. Ну и одно из принятых было решение стимулировать организацию на покупку дополнительной техники. Раз, на пересмотр графика вывоза мусора, на учащение вывоза мусора. В частности, некоторые управляющие компании, вы знаете, приобрели новую современную технику по вывозу твердоподовых отходов. И ситуация кардинально, на мой взгляд, поменялась. Сегодня на рынке есть здоровая конкуренция, сегодня на рынке есть новая техника, на рынке есть выбор. И проблем с вывозом твердоподовых отходов нет. Правильно, наверное, управляющим организациям, в том числе и ТСЖ, бюджетным организациям, выбрать добросовестного перевозчика, заказать услугу, оплатить. И на этом проблема будет закрыта. Есть проблема с подбором мусора после вывоза, мы ее видим. Но здесь вопрос организационного характера. Со своей стороны, администрация будет принимать меры как профилактической разъяснительной работы, так и административного характера. То есть, штрафовать ТСЖ, управляющей компанией, должностных лиц за некачественный вывоз и подбор мусора. Александр Борисович, ваше управление очень тесно работает с населением, оно, собственно, так и называется, управление по работе с населением на территории. Наверняка много обращений, а я вот со своей стороны мониторю такой способ общения населения с властью, как интернет. Когда в различных социальных сетях выкладываются какие-то посты, какие-то фотографии, так или иначе указывающие на недостатки в работе либо администрации, либо управляющих компаний. И действительно, вот, собственно, сейчас каких-то таких вот вопиющих постов о том, что во дворе таком-то не вывозится мусор, их нет. Но в то же время есть посты, скажем так, о несанкционированных свалках в стороне от дворов, где-то рядом. Эта проблема знакома, решается, и какие пути решения ее сейчас существуют? Ну, в работе своего управления мы с своими коллегами всегда позиционируем следующее, что, несмотря на то, что мы являемся чиновниками, по сути своей, да, но, тем не менее, сидящим рядом нашим коллегам с других управлений, с других структурных подразделений, мы говорим, что на самом деле мы представляем, прежде всего, интересы населения. И поэтому, несмотря на то, что и они чиновники, и мы чиновники, но наше управление, не стесняясь и даже, может быть, не боясь каких-то острых вопросов, ставит вопрос именно от населения в сторону чиновников. Это, наверное, один из главных наших принципов работы. Мы рядом с населением, и мы какой-то один из рупоров населения для тех чиновников, которые недобросовестно выполняют свои обязанности. И глава администрации Виталий Ильинич Артемов нас в этом поддерживает на сегодняшний момент. Кроме того, средства массовой информации в нашей работе также не остаются без внимания, и интернет в том числе. Рабочий день и начинается, наверное, с анализа информации, поступающей, в том числе и от средств массовой информации по этим проблемам, и заканчивается разбором тех или иных ситуаций. Поэтому мы и вашей передаче благодарны за эту возможность выступить, донести свои мысли и отчитаться перед населением об этой работе. Ну, а если говорить о том вопросе, который конкретно задали по свалкам и по дворам. Да, дворы, сегодня вы видите, ведутся ремонтные работы, дворы преображаются, устанавливаются детские площадки, но действительно есть негативный факт, когда образуются свалки. Они разные по природе происхождения, где-то они возникли из-за недоработки администрации, может быть, в организации вывоза ТБО, а где-то возникли силу деятельности хозяйствующих субъектов, предприятий коммерческих, каких-то цехов там. Здесь бы мне хотелось бы сказать следующее. Администрация примет меры, вывезет мусор, предпримет меры для административного воздействия. Но хотелось бы задать вопрос и владельцам этих хозяйствующих субъектов. А почему они допускают вот это вот? Почему они вывозят мусор в неположенные места? Почему они не могут заказать достаточно недорогую услугу по вывозу крупногабаритного мусора? И у меня просто, наверное, просьба к средствам массовой информации, когда они освещают тульную проблему и смотрят за реакцией администрации, не стесняться показать руководителя этого предприятия или попросить его выступить, объяснить причину, почему так происходит. Но как объект может называться аптекой, например, если рядом грязные урна, набитые мусором, грязный фасад, грязное крыльцо, неубранные прилегающие территории, какая это аптека или какой-то магазин, допустим, детских игрушек, если весь фасад грязный, урна опять забиты и так далее. Поэтому проблема свалок, она, наверное, была, есть и будет. Другой вопрос, как на это реагирует администрация. Я думаю, зрители населения меня поддержат на сегодняшний момент, что администрация стала делать это гораздо оперативнее и лучше. Ну и дальше мы эту работу продолжим. В частности, я вам говорил о закупке техники, раз, о системном мониторинге этой ситуации. Ну и сегодня обсуждается вопрос о сокращении сроков реагирования власти на ту или иную проблему. Ну вот если говорить о благоустройстве наших дворов, о чистоте во дворах, да, то есть такая пословица расхожая уже, как бы, да, и тоже журналист чистом, когда говоришь о мусоре, что чисто не там, где метут. И в этой связи, наверное, очень важно участие самого населения в процессе благоустройства своего двора, потому что там, где есть инициативная группа, где есть инициативные люди, которые готовы в свое, скажем так, свободное время, какую-то часть этого свободного времени посвятить, что называется, жизни своего двора, там ситуация гораздо лучше, чем у соседей. И администрация постоянно стимулирует, скажем так, вот это местное самоуправление в этом виде, да, и, насколько я понимаю, сейчас есть повод обратиться к людям с тем, чтобы они активнее в этом участвовали, администрация готова дать очередные стимулы. Ну, я бы, прежде чем передать слово своему завестителю, Марии Владимировны, я хотел бы сказать следующее. Ну, дома, дворы, как люди, все разные. Есть дворы, где просто залюбовишься, и туда можно водить детей, как на экскурсию. Я могу назвать адреса таких дворов в Рязани, где цветы, поделки и просто красота. А есть дворы, которые просто безобразны. И дело тут не только в действиях управляющей организации или ТСЖ, наверное, в отношении самих людей. Сегодня без людей и без поддержки их добрых начинаний, наверное, обойтись нельзя. И никакая администрация не сможет преобразить город, как мы хотим сделать Рязань, цветущим, лучшим городом центрального региона. Поэтому мы всячески со стороны администрации стараемся этот вопрос отработать, поддержать людей. И в качестве примера, вот мне бы хотелось дать слово Марии Владимировне, чтобы она озвучила, как мы это делаем. Ну, Александр Борисович уже слово дал, мне остается его только передать. Спасибо. Мы в разных формах работаем с объединениями общественного самоуправления. И вот наш смотр конкурса, о котором сейчас пойдет речь, это одна из форм поддержки. Поддержки материальной, поддержки организационной, технической, вот таких вот общественных инициатив на местах конкретных людей, которые для себя решили, что они хотят, они занимаются вот этим самостоятельным благоустройством в своих территориях проживания. Речь идет и о дворах, речь идет и о подъездах. Речь даже идет о прилегающих территориях, потому что сейчас очень часто уже общественные инициативы выходят за пределы дворов. То есть после успеха благоустройства родных дворов у нас есть примеры, когда люди благоустроятся самостоятельно скверы. Вы знаете, да, сквер Белый Журавлей в конище, в этом яркое доказательство. С 20 июня мы объявили смотр-конкурс на лучший комитет территориального общественного самоправления. Но внутри этого конкурса у нас шесть номинаций. Лучшее объединение территориального общественного самоправления, лучший двор, лучший подъезд, лучший общественный проект по месту жительства, за личный вклад в развитие общественного самоправления и на лучший информационный материал, посвященный теме общественного самоправления. До 3 августа мы с удовольствием примем заявки от жителей, от объединения общественного самоуправления. В частности, очень много заявок от Советов многоквартирных домов. Это традиционно самая популярная номинация «Лучший двор». В прошлом году всего в конкурсе было заявлено 165 территорий общественного самоуправления. И вот «Лучший двор» был представлен 80 конкурсантов, заявилось. — В этом году, насколько я понимаю, любой двор, любой подъезд, где есть инициатива жителей, может поучаствовать в этом конкурсе? — Да, конечно. И как раз мы призываем не стесняться. Даже если это какие-то первые ростки, первые начинания, все равно, пожалуйста, заявляйтесь. Потому что это не только конкурсный механизм, конкурсный отбор каких-то заявок. Нет, конкурс — это площадка. Площадка для диалога наших активистов друг с другом, диалога с органами местного самоуправления. Это площадка для добрососедства, для обмена опытом, обмена информацией. В этой связи очень важно подчеркнуть, что в рамках конкурса мы проводим совместные объезды активистов, участников, вообще всех желающих жителей данных конкурсных территорий, дворов-победителей прошлых лет, чтобы люди общались друг с другом, смотрели на разные технологии, разные решения вот этого самостоятельного благоустройства территории проживания, что-то для себя новое узнавали и, так сказать, расширяли свои горизонты в отношении данных идей. — Мария Владимировна, ну, любой конкурс, он подразумевает, что называется «призы и подарки». Вот, насколько я понимаю, в этом конкурсе у активных граждан есть возможность не только, что называют, себя показать, но и что-то заработать. — Да, у нас бюджет конкурса 280 тысяч, он был увеличен в сравнении с прошлым годом. В этой связи увеличено количество призовых мест 42 до 65. То есть, таким образом, можно сказать, что смотр-конкурс — это материальное стимулирование данных коллективов общественников. Но, как правило, и мы об этом прекрасно знаем, уверены, в этом году это так же состоится, что данные премии люди тратят также на те ресурсы, которые помогут и в дальнейшем благоустраивать эту территорию. На посадочный материал, на хозяйственный инвентарь, на приобретение спортивного инвентаря для праздников дворов, спортивных праздников для детей. — Ну, для детских площадок тех же какие-то, там, наверное, форму можно предусмотреть, качели, что называется, самостоятельно, не дожидаясь помощи от кого-то во дворе поставить. — Совершенно точно. Вот у нас как раз пример последний. Проводили относительно недавно конкурс среди комитетов территориального общественного самоправления по итогам работы «Весенний месячник». И вот как раз комитет ТОС «Победитель поселка Южный» на выделенную премию и приобретает несколько элементов детского игрового оборудования. — Как можно принять участие в конкурсе? Где принимаются заявки? И еще раз, всем ли можно обращаться? — Да, мы принимаем заявки в письменном виде по адресу Ленина, 35, кабинет 107 и 108. Если кому-то удобно в электронной форме оформить бланк заявки, пожалуйста, его можно распечатать, его можно взять, скачать с сайта Совета в территории города Рязани st.fiz.razani.rf и отправить нам по той электронной почте, которая там на сайте указана. Да, мы ждем заявок от комитетов территориального общественного самоправления, от Советов многоквартирных домов, а также от всех желающих жителей, которые занимаются данными общественными инициативами, через ваши, пожалуйста, советы многоквартирных домов. Уточним, что для объединений ТСЖ, ЖСК в администрации проводится отдельный конкурс, там тоже будут рады вашим заявкам, но это в рамках другого конкурса. Ну что ж, я благодарю вас и призываю всех тех, кто нас слышит и кто, скажем так, активно желает поучаствовать в благоустройстве своего двора, своего подъезда, своей территории, принять участие в этом конкурсе. Ну и еще раз вернусь к банальной истине, все-таки чисто не там, где метут. Я благодарю наших гостей. У нас сегодня в эфире были начальник управления по работе с населением на территории Александр Кулаев и его заместителем Марии Балашова, мы говорили о благоустройстве города не только силами администрации, но и силами нас с вами, рядовых горожан. Это была программа «Лицом к городу». До встречи в эфире через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова